Друзья, привет! Ну что, как, наверное, все из вас уже заметили, снег сошел, а я так и не успел снять третью серию по выходу из этнического заноса. На этот раз для заднеприводных автомобилей. Но, благо, около Москвы есть подобные места, центры по контраварийной тренировке, где есть покрытие, ну, которое даже не то, что снег имитирует, а самый настоящий лед. Посмотрите, малейшее нажатие на педаль газ, машина сразу начинает скользить. Ну, в данном случае это Porsche 911, я думаю, что не самый релевантный автомобиль для нашей истории, а вот это вполне подходящее. Классическая компоновка, классическая развесовка. Да, здесь, ах, звук хороший. Атмосферничек еще, последний на 911. Классическая компоновка, развесовка правильная, механическая коробка передач, но про педаль сцепления я вам сегодня рассказывать не буду. И да, я поезжу по этой скользкой... Еще послушаем. И да, я поезжу по этому скользкому покрытию, а потом выйдем вот на эту огромную асфальтовую площадку, чтобы вы поняли, насколько сильно отличается скорость автомобиля вот сейчас летом. Потому что я уже поездил и понимаю, что те советы, которые я вам давал зимой, ну, пора трансформировать. Потому что скорость реакции должна быть совсем другой. И, наверное, кое-что все-таки уже не совсем применимо для того, чтобы на дорогах было действительно безопасно. Итак, занос и заднеприводный автомобиль. И скажу вам сразу, что такого прям суперэффективного совета, которые были для машин с передним приводом или с полным, к сожалению, для подобного типа автомобилей не существует. Очень многое решает ваши руки и ваш вестибулярный аппарат. Как быстро вы сможете почувствовать начало заноса, так вы из него и выйдете. Ну что, поехали? Или еще немножко посмотрим, как ездит боком этот 911-й. Кстати, если вам интересно, какие еще бывают автомобили с честным задним приводом и механической коробкой передач, то по ссылке в описании я приготовил два любопытных объявления с Автору. Первая – это самая недорогая машина, относительно мощная с такими параметрами. А вторая, наоборот, самая дорогая. Не буду называть сейчас цены, обязательно перейдите по ссылкам, потому что это помогает мне развивать канал. Ну и просто, поверьте, это будет действительно любопытно. Да, хоть у нас здесь и специальный круг, который рассчитан на то, чтобы вести машину в одном длинном постоянном заносе, ну, примерно это выглядит как-то так. Но наша с вами сегодня задача – это именно ритмический занос и посмотреть, что же нужно делать за рулем заднеприводного автомобиля. Сразу скажу, что на подобного типа автомобилях главное в подобной ситуации – это ваша скорость на руле. Если и переднеприводные, особенно переднеприводные и полноприводные автомобили позволяют вам, ну, немножко проспать момент начала скольжения, начала вот этого хлыста, то на заднем приводе нет. Смотрите, раз, второй. Если вы чуть зазевались, все, вас уже куда-то уносит совсем в сторону. Здесь очень важно быстро работать руками упреждающе. Да, у нас сейчас невысокая совсем скорость, но здесь и очень скользко, и вы понимаете, что даже на такой скорости, раз, второй хлыст, третий хлыст и только скорость, только быстрое руление и отпускание, полное отпускание педали газа. Да, я помню, что старые книжки говорили о том, что нужно не полностью закрывать педаль газа, но, поверьте, в реальной аварийной ситуации вы не сможете ничего дозировать, вы просто бросите педаль. И это неплохо, но очень важно после того, как начался занос, бороться до конца, рулить. Но если вы зевнете, то получится примерно вот так. К сожалению, скорость на руле должна быть очень и очень большая, если вы попали в такую ситуацию на заднеприводном автомобиле. Отсюда главный совет. К сожалению, не получится у вас сразу научиться этому по видео. Да, если в ролике про передний привод я вам дал явный совет, нажимайте педаль газа, это может сделать каждый, и это действительно вам поможет, то уже на полноприводных автомобилях появились нюансы. И вот он ответ, почему я так долго не говорил про заднеприводные автомобили. Потому что тут все решают тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Если вы будете запаздывать по рулю, то ни один газ, видите, опоздал, ни один мой совет, к сожалению, никак вам здесь не поможет. Поэтому есть вариант по минимизации потерь. И он звучит следующим образом. Нажмите на педаль тормоза. Да, если вы опять же откроете все книги по вождению, все учебники, то там будет написано, что ни в коем случае во время заноса не нажимать педаль тормоза. Но все это было написано для автомобилей без антиблокировочной системы тормозов. Там действительно вы нажимаете на тормоз, блокируете колеса, и вас просто слизывает с траектории. Но сейчас почти все автомобили оснащены у нас АБС. Вот я нажимаю, рулю, и, как вы видите, мне удается избежать разворота. Что вы делаете, когда нажимаете педаль тормоза? Вы даете себе шанс, вы даете себе время. Потому что скорость действительно начинает падать, и у вас просто появляется тормоз. Вот видите, а если бы я его не нажал, меня бы, скорее всего, за счет инерции развернуло дальше. Это хорошо заметно и не при ритмическом заносе, а просто, когда вы переборщили, угол продолжает нарастать. Нажимаете на педаль тормоза, машина замедляется. И очень важно при этом не забывать рулить. Да, я вам всегда говорил, и на переднеприводном, и на полноприводном автомобиле, передние колеса должны смотреть туда, куда вы хотите ехать. Здесь ситуация чуть иная. Здесь нужно рулить как бы не только с упреждением, но и с запасом по углу наклона. Смотрите, занос, занос. Видите, я как бы перекручиваю руль, тем самым сбивая этот импульс. Но тут очень важно вернуть руль вовремя обратно. Вся история возникновения холеста, это, к сожалению, когда вы зависаете на первой коррекции. Начался первый занос, вы перекрутили руль и долго ждете, пока машина начнет на это реагировать. Никогда не нужно ждать ответной реакции. Нужно загодя начинать отпускать баранку. Допустим, что вы уже что-то умеете. Попробуем как-нибудь подольше поехать. Занос. Отработали. Но второй не отработали. Тормоз. Вот и все. Если бы я продолжал бороться, играл бы газом, как это многие рекомендуют, ну, я бы просто дальше пошел собирать те самые конусы. Ну, или вот, вы ведете... Видите, тормоз позволяет сразу остановить машину. Да, сейчас у нас невысокая скорость, но и на более высокая история была бы точно такой же. Собственно, давайте я вам это сейчас покажу и на сухом асфальте на площадке. Итак, вы едете. Перед вами какая-то помеха. Руль. Ох, какая безопасная у нас машина. Едет на морде, плужит и ее не заносит. И торможение, да. Итак, вы едете. Начался занос. Вы опаздываете по рулю тормоз. Все, машина стабилизируется. Более того, летом за счет углов установки колес, за счет геометрии подвески у вас даже руль будет стремиться вывернуть прямо. Не надо бесконечно бороться с машиной, если вы начинаете ее терять. Просто нажмите на тормоз. Ну, если вы готовы работать рулем примерно... С высокой скоростью, то можете попробовать. Но мой вам совет, все-таки нажмите на тормоз, как только ситуация начинает выходить из-под контроля. Тормоз. Все, вы остановились, вы минимизировали все потери. Потому что надо быть настолько быстрым на руле, что, скорее всего, у вас это в реальной ситуации не получится. Не пренебреграйте этим советом. Вообще, я бы сразу предложил вам на заднеприводном автомобиле не пытаться геройствовать и в реальной жизни как-то уворачиваться от всех этих помех. К сожалению, здесь нет такого приема, который позволяет быстро погасить занос и вернуться к прямолинейному движению. Поэтому основная ваша задача – минимизировать все возможные потери. Бейте по педали тормоза. Не ждите развития хлыстов и в конечном итоге ухода с дороги или встречи с автомобилем, который движется вам в лоб. Или тренируйтесь. И тогда вы сможете ехать примерно вот так. Ну а еще, друзья, вот сейчас летом, вспомнив, как же быстро все это развивается на асфальте, еще один вам важный совет, когда вы выезжаете на дороге общего пользования – не нужно лишней бравады, она абсолютно неуместна. Сделайте так, чтобы система стабилизации была включена, потому что, напомню, она действительно спасает жизни. Если на вашем автомобиле есть такая страхующая электроника, не пренебрегайте ею. Это кнопка для того, чтобы пользоваться ей вне дорог общего пользования или там, где пусто и нет абсолютно никого, и вы хотите получить определенные удовольствия. Потому что вся ситуация, которую я вам сегодня рассказывал, при наличии системы стабилизации, она даже не развивается, она даже не начинает усугубляться. Вы только видите, что у вас мигает лампочка активации системы стабилизации, и больше ничего не происходит. Вот давайте попробуем просто. Очень-очень эффективно. Хотя у BMW она далеко не самая злая. На японских машинах все это происходит еще более строго. И, наверное, вот сейчас, когда закончился зимний сезон и начался сухой асфальт, помните, что здесь цена ошибки значительно выше. Скорости тоже возросли. Плюс к этому все развивается гораздо быстрее, гораздо стремительнее. И если, да, передний привод зимой действительно дает вам какое-то время на то, чтобы осознать свою ошибку, даже с запозданием отреагировать, то, скорее всего, на сухом асфальте у вас такого шанса не будет. Поэтому лучше всего сейчас, конечно, не попадать в подобные истории. Ну, а если она уже началась, вспомните все мои советы, касающиеся педали тормоза. В нынешних условиях действительно она залог безопасности. Если вы понимаете, что, скорее всего, не справитесь с необходимой скоростью руления, если вы понимаете, что места для маневра, скорее всего, не будет, не стоит усугублять. Надо минимизировать потери. Потому что, сами понимаете, сейчас передо мной действительно пустая асфальтовая площадка, и я могу сделать вот так. Захочу ли я подобного на дороге общего пользования? Точно нет. Так что безопасных вам поездок, друзья. Не забывайте все мои зимние советы. Помните, что пора их адаптировать под сухой асфальт. И увидимся через неделю. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok